Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Новиков и сегодня у нас с вами мастер-класс, который называется «Эффективные продажи. Система, инструменты и лайфхаки». Сегодня мы будем с вами учиться продавать, учиться работать с потенциальными клиентами, с существующими клиентами для того, чтобы повысить конверсию из обращения клиента к продаже, из встречи к продаже, из телефонного звонка к продаже, из переписки к продаже, чтобы у вас был более высокий результат в продажах. Я преподаю продажи уже больше 10 лет, это когда-то было моим главным акцентом в моей деятельности и поэтому сегодня я буду рад с вами поделиться теми инструментами, умениями, навыками, которые я собрал больше, наверное, даже чем за 10 лет моей практики. Я преподаю продажи, я консультирую, я сам все время что-то продаю и это позволяет мне все время менять и адаптировать инструменты под то, как меняется наш мир. Ну что ж, поехали! Прежде чем мы начнем говорить об инструментах продаж, давайте поговорим о том, что такое продажа в принципе. Ведь чтобы победить дракона, говорят, надо назвать его по имени и это очень важно. Что же такое продажа? продажа. Это поиск покупателя и убеждение его принять решение отдать деньги в обмен на наш товар или услугу. Надо сказать, что определений продаж довольно много и огромное количество людей, которые работают в продажах, не в состоянии дать в принципе никакого определения продаж. Почему? Потому что продажа, это не физика, не математика, считается, что это вообще не фундаментальная истина и у всех свое представление о том, что же такое продажа. Но мы с вами можем сказать, что продажа, это процесс оказания влияния на вашего клиента, потенциального клиента, в принципе на человека с тем, чтобы он у вас что-то приобрел. Но это все равно будет плоское определение. Дело в том, что чем больше нюансов мы видим в продажах, тем более выпуклое определение продажи мы хотим создать. Ведь для нас важна не одноразовая продажа. Мы хотим, чтобы у нас покупали много, часто одни и те же, рекомендовали. Мы много чего вообще хотим от покупателя. Мы сегодня будем говорить об этом, что же мы хотим от нашего покупателя. Так вот, продажа это непростой процесс работы с клиентом, в ходе которого вы узнаете его боли, чаяния, желания и предлагаете ваш продукт, вашу услугу для того, чтобы этот продукт и услуга могли решить задачи вашего клиента, чтобы они могли утолить его боли для того, чтобы они могли ему помочь, чтобы решить его проблему, решить его задачу, чтобы он был готов заплатить вам благодарные деньги и чтобы он хотел обратиться к вам снова и снова. В этом суть продажи. То есть еще раз, продажа это есть некий процесс, в ходе которого мы убеждаем нашего потенциального клиента, отдать нам деньги в обмен на наш продукт. Аргументируем это предложение и в итоге получаем результат. Надеюсь, что получаем. Теперь, когда мы сформулировали, что такое продажи, давайте поговорим о том, как продажи менялись за последнее время. Я давно в продажах и я вижу, что последние 3-4 года продажи менялись очень сильно. Почему? Потому что менялись покупатели, потому что менялась покупательская традиция, паттерн поведения покупателей очень сильно менялся. Сначала пандемия, потом международные события. Все это оказало очень заметное влияние на покупателей. Что же произошло с нашими покупателями? Ну, во-первых, покупатели оказались под шквалом информационного давления. Огромное количество информации льется на наших покупателей, да, в принципе, на всех людей. Из телеграм-каналов, из телевизора, из социальных сетей, из ютуба, из общения с людьми. И это такой огромный поток, в котором можно утонуть. И в результате к чему это приводит? К тому, что люди становятся менее чувствительны. Они не видят, они не слышат, они не помнят, они не реагируют на то, что вы им предлагаете. У вас, возможно, прекрасный продукт, прекрасная услуга, но люди не обращаются просто потому, что они его не замечают. Потому что в нем не хватает важного месседжа, важного посыла, который обратит внимание вашей потенциальной аудитории на ваш продукт или услугу. И мы сегодня будем учиться, будем учиться с вами этот фокус внимания формировать, чтобы люди обратили внимание на то, что вы им предлагаете. Так вот, наши клиенты перегружены информацией. Это первое. Второе. Клиенты находятся в стрессе. Да, люди переживают, людям тяжело. И это тоже оказывает влияние. Они не хотят часто звонков, они не хотят встреч, они иногда даже не хотят покупать, хотя это не очень естественно человеку. Человек вообще хочет покупать. Для человека важно покупать не только для того, чтобы удовлетворить свою прямую потребность, решить свою задачу. Многие покупают, потому что они хотят быть живыми. Им очень важно показаться быть живым, чувствовать себя живым. Я покупаю, следовательно, я существую. В этом одна из идей. И огромное количество шопоголиков покупают вещи, которые потом никогда не наденут, потому что для них вся суть процесса покупки в самой покупке. Они получают удовольствие в момент, когда они покупают. Поэтому люди не прекратят покупать. И в этом хорошая новость. Затем мы должны признать, что у людей меньше времени. Больше отвлекающих факторов. Телеграм-каналы, социальные сети, семья, дети, друзья, партнеры, работа, которой много. И у людей меньше времени. Выше напряжение, меньше концентрация внимания и меньше времени. Кроме того, клиенты искушенные стали. Клиенты видели слаще сухаря. Надо признать, что прогрессирует клиентский опыт. Люди жили в хороших отелях, пользовались услугами хороших фотографов, заказывали дизайн сильным специалистам, отдавались сильным, мощным производителям сайтов. Те, кто красиво рисует, те, кто красиво делает, те, кто подает свою услугу качественно. Люди видели, что такое хороший продукт, что такое хорошая услуга. И они сравнивают. Они сравнивают и хотят для себя лучшего. Кроме того, надо понимать, что все сегодня покупатели сравнивают цену и ценность. И очень важно, чтобы ценность перевешивала, чтобы ценности было больше, чем те деньги, которые я вам заплатил, как клиент. И наша задача сегодня научиться формулировать собственную ценность. Чем я хорош, чем я прекрасен, в чем сила моего продукта, почему он вам поможет. Это то, что мы должны научиться делать. Клиенты, кроме всего прочего, раньше хотели сделать себе лучше. А сейчас важнейшая перемена, которая произошла в клиентах, и мы подробно будем говорить об этом на моем мастер-классе по маркетингу и, кстати, по клиентскому сервису. Клиенты хотят сделать лучше не себе, они хотят сделать лучше себя. Они хотят узнать что-то новое, они хотят стать сильнее, умнее, продвинутей, технологичней, интенсивней, здоровее. Они хотят быть более изящными, более красивыми, более здоровыми, более молодыми, более умными. Они хотят больше уметь, они хотят больше знать. Обратная ситуация, что при этом растет дилетантизм так как шквал информации люди не погружаются глубоко 30 лет назад когда я покупал свой первый автомобиль все умели ремонтировать машины спросите сегодня кто может заменить свечи в автомобиле вы узнаете что этих людей осталось полпроцента и все они примерно работают в автосервисе люди во многих отраслях стали дилетантами они могут уже сделать рилс в инстаграме но они не могут сделать простейшие вещи которые вам специалистам кажется что это легко это очень важная штука кроме того люди сегодня хотят глубже понимать что конкретно они получают это тоже интересная вещь люди конечно разные кто-то готов не погружаться ночи многие хотят точно понимать в чем подробности нюансы товара или услуги которые им предлагают вот так вот поменялись наши клиенты что это значит это значит что поменяться должны и мы мы должны научиться быть заметными в этом информационном потоке у людей мало времени мы должны научиться быть вовремя мы должны научиться быть быстрыми люди хотят высокого клиентского сервиса люди хотят хорошего результата качественного продукта и услуги мы должны научиться давать качественный продукт и объяснять почему он качественный потому что Некоторые мне говорят, что для того, чтобы фотограф был успешен, он должен просто хорошо фотографировать. Увы, это не так. Фотографу мало научиться хорошо фотографировать. Ему нужно объяснять своему клиенту, почему это хорошо. То есть фактически заниматься его образованием. Да, есть такое направление – учить собственного клиента. Потому что обученный клиент, подготовленный, больше платит, покупает чаще, с удовольствием отдается именно этому автору, поставщику, провайдеру, потому что он понимает, в чем он прекрасен. Начинающий покупает самую простую камеру. Искушенный фотограф покупает дорогие камеры, дорогие объективы, потому что он понимает их ценность. Он обучен. Так вот, в этом нюанс мы должны учить клиентов, и они таким образом как раз будут лучше. И если вы умеете это делать, то это очень круто. Мы сегодня обсудим с вами, как же это делается. Нам придется меняться. Особенно тяжело тем, кто давно в профессии. Я часто вижу это по продавцам. Самые сложные мои ученики – те, кто давно в продажах. Они 20 лет делают одно и то же и не собираются меняться, потому что у них ведь раньше получалось. Если вы давно в работе с клиентом, если вы давно делаете то, что вы делаете, хорошо, что вы на этом мастер-классе. Потому что мы будем давать вам новые инструменты. Я расскажу вам о том, как работать с клиентами сегодня. И мне очень важно, чтобы вы подхватили то, что я дам. Чтобы это не осталось мертвым грузом, чтобы вы не просто прослушали, а чтобы вы овладели этими навыками, этими инструментами. Вам придется для этого поработать, вам придется для этого кое-что изобрести, потом это сформулировать, записать, потом это выучить и потом это практиковать. Да, это непросто. Обучение сегодня требует усилий. Но раз вы на этом мастер-классе, я надеюсь, что вы это сделаете. Так вот, мы должны тоже поменяться. Мы должны быть быстрее. Мы должны понять наших клиентов, мы должны понять, каким образом мы делаем их лучше. Мы должны понять, как мы помогаем им сэкономить время, как мы даем им качественный продукт и почему. Надо сказать, что наш этот мастер-класс, он является продолжением мастер-классов. Про коммуникации, про переговоры. Нельзя сказать, какой из них первый, какой из них последний. Важно то, что все вместе мастер-классы про переговоры, сложные переговоры, про коммуникацию и про продажи, это все про работу с людьми. Это все про навыки работы с клиентом. И было бы здорово, чтобы вы посмотрели и мастер-класс про коммуникации, и мастер-класс про продажи, и мастер-класс по переговорам, чтобы у вас все сформировалось в единую картину, чтобы у вас появился свой собственный авторский набор инструментов работы с клиентами. И мы сегодня будем создавать с вами ваш набор инструментов работы с клиентом в продаже.